Чужой! Чужой, Боря! Чужой! Чужой! Сашко, чужой! Чужой, Боря! Чужой, Боря! Ну, килограмм! Килограмм! Который! Да? Ну, да! Так, килограмм! Чужой! Чужой! Сдам хряка, своего хряка Пьетрена, мясная порода, одно мясо. Сдам хряка шабаям, перекупам. Кого интересуют хряки, обращайтесь, сдаю. Чужой! Куда ты забрали, Сань? Домой. Ты ж швидня лябляд, я дойду. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ящик разнесу, я тобі кажу, что тут ходить, они у нас на машине. Все будет хорошо. Что здесь? Какой-то маловатый будет ящик. Не, что, они лезут нормально. Первая пара уезжает. Такий вот ящичок. Лайфхак. Старый комудник. Не старый комудник, а старый сух. Боря. Борянба. Друзья, получил посылку по новой почте. Я быстро вам покажу и побегу посеменять моих свиноматок искусственных. Заказал семядозу я Петрена у Максима. Есть у него канал на Ютубе СМНТВ. Я у него заказал дозу Петрена. У него также есть Макстер. Также есть Гюро. И есть Петрен. Может еще какая-то есть? Ну не знаю точно. Новая водолага. Шугаров Станислав. На ложка. Ага, ага. Так. Кому надо семядозы для свиноматок? Номер оставлю под телефоном. А, тут и внутреннее, внутроматочное делать и такое. Ух ты, ё-моё. Максим, привет, спасибо тебе. Я заказал 6 штук. И думаю покажу вам, как он отсылает. Каким образом это все приходит. Цена, по-моему там 200 гривен или 200 с копейками. Точно не помню. Но мне там чуть дешевле. Он давно уже мне обещал. Мне чуть дешевле сделал. Ну не чуть, а нормально, дешевле сделал. Поэтому я как бы с радостью, с радостью говорю, что у него, кому надо, то у меня часто спрашивают. Где ты берешь семядозу? Семядозу, если надо дюрок, то я беру у себя. Тут у нас водолага на комплексе. Взял дюрка и всё. А если там Петрен Максер, то у него. У Максима. Вот такой контейнер у него самодельный. Что, открывать контейнер? Ну открою, да, покажу вам уже, где я ножик делал. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть доз. Шесть доз. Ну я открывать сейчас не буду. Потому что может какая-то не сегодня у меня стоит, а может завтра будет. То есть чтоб не открывать. А так, короче, всё вам показал. Номер телефона оставляю. Вот так всё приходит. Ну это, чтоб вы понимали. Всё, вот мне шесть доз пришло. Дай Бог, чтоб получилось шерсть виноваток покрыть. Ну, сколько выйдет по факту, сколько выйдет. Но всё равно. Максим, спасибо. Рад, благодарен. Номер оставляю. Кому надо, заказываем. Друзья, всем привет. По этим решили их не покрывать. Хотя гуляло две штуки, две свинки ремонтных, которых я отсадил на ремонт. Но ветврач сказал, не надо их покрывать. Покрывать будем, говорит, позже, туда после восьми месяцев. Эти породы растут дольше, то есть до созревого возраста под свиноматку. Поэтому, говорит, давай их покрывать позже. Начнёшь впускать на мясо сначала первых кабанов уберёшь, а потом свинки, которые будут хорошо гулять и будут более ручные, тех покрывать и будем там две-три, сколько их там, к примеру, будет. Поэтому решили, и ветврач сказал, пускай назад, пускай со всеми будут на откорме, заберёшь потом вот в пасху, допустим, там пару кабасиков отсюда на мясо, потом ещё заберёшь, а свинок пока не трогай. И мы по свинкам определим, какие лучше, тех и покроем искусственно, пьетреном. То есть я потом ещё раз закажу дозы СМН и именно на этих потом покрою позже. Всего доз получилось покрыть кантором, ну а потом закажу ещё и покрою пьетреном, этих, которые загуляют. Поэтому имена, что я дал, киевлянка, петрушка и обезьянка, так, грубо говоря, и остаются, но потом посмотрим, будут с них свиноматки или нет. То есть, ну обезьянку бы очень хотелось покрыть, она необычная вся в кряка, ну а тут будем выбирать, уже смотреть, какие будут из них лучше. То есть это так, вес у них уже хороший, за 100 килограмм, корм я дальше считаю, я опять поставил отметку, когда их запустил сюда и они опять 10 и всё делим на 10. До Пасхи считаем, потом на Пасху, когда перед Пасхой буду пускать на мясо, взвесим одного, поймём какой вес и всё, подсчёт останавливаем. Пускай лучше будет дольше, ну я и думаю вес будет у них больше. Поэтому вот так, оставляем их пока, пока будут вместе и подсчитываем дальше корма. Друзья, насчёт моего хряка Пьетрена, хряк хороший, вес у него килограмм, ну до 300 точно есть. И я его решил сдать на мясо Шабаям, то есть хряков берут дешевле, точно сколько не знаю, но берут дешевле. Поэтому кому там надо хряк на мясо, кто принимает хряков, сдаю своего хряка на мясо, он мне уже пока, ну не пока, а уже не нужен. Он покрывал Машку, повредил где-то копыта на ноге, когда Машку покрывал. То есть я мазю-мажу, я уколы никакие не колю, потому что если его сдавать, не надо никаких уколов. Мазю ему намазал, вроде бы на ногу становится, ну а там кто его знает. Поэтому кто принимает хряков, вот, прошу любить и жаловать, хряк Пьетрен, без жира, без сала одно мясо. Да, Каштан, сдаю хряка. Вес, ну в районе, ну я думаю не меньше 250 килограмм, в районе 300 килограмм, он тяжелый. Может на видео кажется меньше, поэтому сдаю хряка, кому надо, оставляйте номер, я перезвоню и договоримся все. И здесь одну покрыли, вот эту, которая в черных пятнах, сзади у нее маленький там шрамик. И эту покрыли, тоже два раза. В первый день и на второй день покрыли. Те кнопку и та, которая меньше, оставлю, пускай подтянутся, потом их пустим на мясо. Это у меня покрыто моим хряком каштаном, все нормально, смотрел, главу не было. У Сани у нас хорошая новость. Какая новость? Скоро получает зарплату и купит себе новый телефон. Самсунг, да Сань? Самсунг? Не знаю. Или? Айфон, наверно. Двенадцатый промакс? Наверно. Наверно. По этому сараю, тут у меня плиткой обложены и залитый бетон, пол бетонный. Ну то есть тут для свиноматок. Паросных, не паросных. То есть тут вот так. Ну это понятно. А этот красный, ну я посмотрю сколько будет отзывов, что типа да, давай проверим, посмотрим. Вот этот сарай, я отсюда когда всех заберу в новый сарай, в тот сарай. Этот сарай я хочу сделать на глубокой подстилке. Вот это все выбрать, но я все равно его буду все убирать. Выберу землю и сделать его на глубокой подстилке. Вот этот именно сарай. И посмотрю на ваши комментарии. Делать, не делать такой как бы эксперимент на бактериях, на глубокой подстилке вот этот сарай. Понравится или не понравится? Может действительно запущу сюда какой-то десяток, у них будет тепло, сухо, запаха не будет. То есть проверить. Я никогда не пробовал. Вопросов много мне задают за глубокую подстилку. Если кому из вас интересно, вот этот красный сарай, мы выберем землю, засыплю опилки, бактерии. То есть если интересно, давайте тоже проведем эксперимент. Боря! 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 играется и такой момент друзья я сразу вас хочу предупредить всех вот есть допустим но много людей посмотрели видео там дюрки понравились заказали дюрок три с половиной тысячи поросенок ну килограмм там 30 я там знаю сколько мне а прошло время то денег нету то еще чего-то и неудобно сказать что я типа там ну не могу купить пока местами ли туда-сюда то есть вы не переживайте если вы заказали и у вас не получилось там по деньгам купить ничего страшного нету такого ну не купили не купили в следующий раз купите у меня постоянно есть кому купить поросат это не проблема если вы сегодня решили их купить а завтра что-то по деньгам там не получилось или еще что то то ничего страшного нету то есть сказали стас так и так хотел или там хотела купить ну и не получилось по деньгам. Ничего страшного, другой заберет. У меня спрос хороший на Дюркову, Боря что-то Дюрков не взлюбил. Друзья, сегодня мы чуть не попались на ловушку то ли румыны, то ли цыгане. Короче, ездят вот этот комплект. Пила Штиль новая, да, все новое. Покажи сварочку Саня. Вот это сварка Беларусь машет, тоже хороший, я не спорю. Бошевский перфоратор, все с документами, накладные есть. С насадками. С насадками, вот самое основное это ключи. Ключи и замочек. Так ты положи, Сань. Не, наоборот, да. Вот так. Он мне кричит, ой, 545 евро, евро. Тут самое главное, это что? Да, оно раскомплектовано. Отделение именно. Вот так. Я нашу и повелся ключи. Думаю, крутить машину нету. Вот так. Так, что там уже нету. Вот так. Да. И уровень тут, а все. Ну вот, да, вот это все. Короче, вот это все они возили, привез мне человек этих арабов, то ли румын, на Шкоде. На Шкоде Фелиции, на Шкоде Фабии, универсал белого цвета. И вот этот комплект, тысяча, тысяча. Ну, а этот мужик мне привез их, типа, тысяча гривен. Ну, я же говорю, за тысячу возьму. Они начали кричать, тысяча долларов давай. Тысяча долларов нам ехать не за что, типа, мы из России паспорта показывают, туда-сюда. И, короче, тысяча долларов, тысяча долларов. Да, и доллары, короче, запутали нам тут все мозги так, что под какой-то гипноз мы попали. Но я не совсем повелся. Думаю, ну, тысячи долларов у меня и нету. А в машине у меня было, ну, тысяч, я не знаю, ну, может, тысяч 15 лежало. И я, короче, начал их рубать. Говорю, да давайте 10 тысяч гривен. Они, не, не, ну, говорю, нет, тогда так и так. И, короче, они не уезжают, выкидывают мне это все с машины. На, забери нам ехать, нет за что. Мы там, Россия, далеко ехать, короче, туда-сюда. Ну, как обычно, вот эти их методы. Дай 11 500. А, нет, 12. Я говорю, ну, давай 11 500. Ну, короче, ломались, ломались и отдали вот это все. То есть, перфиг, сварку, бензопила новая. Все проверял, все работает, все, ну, новое. И вот такие вот ключи. И это все я купил за 11 500 гривен. Начал пробивать в интернете. Ну, короче, по тем ценам, которые я узнал, я, ну, может, чуть дороже, я бы это все купил бы там на том же Барабашово у нас в Харькове. Ну, может, чуть дороже. Ну, грубо говоря, я ничего там особо не выиграл, ну, ничего особо не проиграл. Но если бы я купил так, как они хотели за 1000 долларов изначально, да, мы бы, конечно, потеряли, ну, грубо говоря, 1013 или 14 гривен. А так, ну, да, купили, купили. Пробил все по интернету, все это понаходил, узнал цены. То есть, мы, получается, типа, как поехали с 11 500 гривнями и купили вот это все на оптовых типа базах. Да, Сань, вот так выходит. Поехать так бы я не купил бы, ну, если бы вот поехать, чисто купить перф, сварку, бензопилу. У меня есть и перфораторы, есть и сварка. Бензопила тоже есть, ну, старая китайская. То есть, оно мне все надо, я не спорю. Ну, купил, купил. Просто если они вам предлагают это за 1000 долларов и тыкают, что вот 545 евро, а еще же самое большее шоу, они заманывают. Где накладная, Сань? Там? Сейчас мы накладную покажем. Они говорят, что сработать у них не получилось. С ними, типа, рассчитались. Ну, вот цена. Вот. Где-то все накладные. Вот, смотрите. Накладная. 61800. 61800. Бензопила Штиль. СТ-461, 2,5 киловатта. 17000 гривен. Перфоратор 11300. Сварочный аппарат. 12500. Ну, хотя ему цена 3500, наверное. Набор ключей. 408 предметов. Свис. 21000. Это все липовые накладные. Я узнал. Это все можно было бы купить за ту же сумму, что мы им отдали. 11500. Ну, там, грубо говоря, надо ехать, выбирать, искать. Ну, да, купили. Оно неплохое. Это не убитое, хорошее, все новое. То есть, ну, купили, купили. Просто вы не ведитесь на вот эти накладные. Не лоханитесь на вот эти накладные. И они всех просят 1000 долларов. Начинают они подходить к обычным людям, там, на дороге, на велосипеде едет. Еще там стоит возле магазина. К ним подходят. Вот 1000, 1000, ну, не говорят, что долларов. И пошло, тот тому позвонил, тот тому, мне сразу же предупредили, ага, у кого, кому предложить, сразу же мне привел. Человек их ко мне, они приехали на машине, одеты они нормально, не бедно. То есть, вот так. И дурака включают нам, до Киева машину кинем, потом, да, Сань, что? Да, 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 до Киева. Типа, сколько километров до Киева, да? Ну, такой, ну, короче, бред, пудра вот эта царанская. Поэтому, как бы, не ведитесь. Вот так. Ну, можете нас поздравить с приобретением. Да, ну, ключи-то, понятно, пригодятся машины, постоянно что-то крутим. Ну, там-то не только ключи. Нет, там и, да, ключи все с трещотками, то есть, вот, большие ключи с трещотками, вот все насадки, маленькие тоже трещотка внутри. Вот это, что-то, интересно, именно. Накидные тоже с трещоткой. Ну, то есть, хороший набор, я не спорю. Где вот это? Вот это, это не сварочная, зачем? Это клей, типа, клеить, паять. Понял, клей. Ага. Вон же клей, вон, стержни, а то клей. А, вон, да. Ты вставляешь клей, разогревай, ты клеишь. Я понял, прикольно. Рулетка, да, там какие-то захватики, зажимчики. Да, там вроде бы такое все и нужное, но не за тысячу долларов, друзья. Я-то взял за 11500, было у меня, ну, ну, короче, вот так. Поздравьте нас с Санкой, купили инструменты. Еще изолента есть. Изолента есть. Ну, понятно, Китай напыхал туда. Саша только можешь. Как в телефонах. Да. Проверяем сейчас как раз ключи. Не лодишь с трещотками. Не, то с трещотками, да, насадка. Тут, а вот, вот эти вот, знаешь, большие, вот на большой эти. Проверяем ключи. Да, все с трещотками. Здесь трещотка в две стороны, перевернул. Получается, закручиваешь вот так, да? Так вот, так выкручиваешь, слева направо, так закручиваешь, справа налево. Да, да. Ну, ключи вроде бы хорошие. Ну да, все тут. Да. Да, туда уже. Ну, есть новое, да? Ну, есть новое, да. Ну, тут все приодится, ну, просто, что, не попадитесь, так как мы попались. Ну, мы-то не попались, хорошо, что обошлись, так сказать, малыми избытками. Но, на будущее будем знать. А Санька сундучок перебирай. Че-ше? Сундучок перебирай.